Продолжение философии Хомячков. Начну коротко как бы с математического, я не обещаю, что очень строго все скажу, но постараюсь понятно это сделать. Потом пару слов вспомню Хайдегера, бедного несчастного, и дальше перейду к христианству. И все за 10 минут. И все за 10 минут, да. Значит, пункт номер один. Мы различим метрическое пространство и топологическое пространство. Что такое метрическое пространство? Ну если вы как бы не математик, все что вы понимаете под пространством, оно метрическое есть. Это такое пространство, на котором можно задать функцию расстояния. То есть для двух точек можно задать такую объекцию, можно задать такое расстояние. То есть это, во-первых, пространство, которое как бы включает в себя, как я бы сказал, количественное понятие количества. То есть это расстояние, это некое число, некая величина, и это расстояние измеряется. То есть между вами и мной можно измерить некое расстояние. Вот. Что такое топологическое пространство? Ну можно нарисовать там Декарта в оси. Да, можно и другой пространство. Да, можно и другой промастер. Вот. Что такое топологическое пространство? Это как бы принципиально другая структура. Ну как, на первый взгляд, по крайней мере, определяется она совсем по-другому. Она определяется следующим образом. Как некая совокупность окрестностей. То есть говорится, что у каждой точки есть окрестность какая-то. То есть точки, которые к ней близки. Непонятно, на каком основании. Ну вот просто мы задаем, что точка Х принадлежит как бы некой окрестности Х большое, допустим. Ну не знаю, Х1, да? Удобнее, наверное, написать что-нибудь там У от Х. Ну да, может быть У, да. Ну вот. Я просто уже не помню канонические эти определения, да? Ну, допустим, У от Х. Вот. Точка Х принадлежит окрестности У от Х. И этой окрестности принадлежит множество каких-то точек. И вот они являются близкими друг для друга. И пространство создается как совокупность окрестностей. То есть вот мы одну окрестность задали, вторую, третью, четвертую. И принцип формирования этих окрестностей, что важно, он остается свободным. То есть мы можем легко, допустим, легко сделать из метрического пространства, топологическое пространство, сказав, что мы будем создавать окрестности по принципу метрическому. То есть, допустим, вокруг каждой точки, ну вот если у нас трехмерное метрическое пространство наше типичное, то есть мы возьмем вокруг каждой точки некую сферу, некого радиуса. Очертим загадочную, ну выберем какой-нибудь радиус. И вот этот вот шарик со всеми точками внутри будем считать вот некой окрестностью. Все точки, которые внутри этого шарика, принадлежат этой окрестности и являются близкими друг для друга. Вот. Построим шарик вокруг другой точки, получим другую окрестность. И вот с совокупностью этих окрестностей зададим такое топологическое пространство, которое получится. Но оно будет достаточно скучное, потому что оно получилось из метрического пространства. А чистое топологическое пространство, оно может как бы, так сказать, не всякое топологическое пространство можно сделать метрическим. В обратную сторону, то есть вот так вот работает, да, а вот так вот не работает. Есть такие топологические пространства, которые невозможно ососить метрикой, сохранив все те отношения близости, которые там есть. Ну, соответственно, когда я с этим делом подошел к Хайдеггеру и сделал здесь доклад, я говорил, что у него в бытие явления присутствует критика Декарта картезианской философии в целом, и в частности, понимание пространства. Он говорит, что не просто, как считает Берксон, исторически неправильно понимается время, и мы должны по-другому мыслить время. Ну и пространство тоже понимается неправильно. То есть проблема не в том, что мы время мыслим как пространство, а проблема в том, что мы и время, и пространство мыслим неправильно. Так вот, неправильность мышления пространства состоит в том, что согласно кортезии у нас такое метрическое пространство, и мы изначально погружены в метрическое пространство. И оно тем самым как бы объективно, потому что до любого предмета есть некое объективное расстояние, оно понятно, оно измеримо, оно как бы обратимо. Что от меня до Игоря, что от Игоря до меня, одинаковое расстояние, это уже как бы достаточно сильное утверждение. Хайдеггер же говорит, что нет, на самом деле вот эти отношения близости-дальности, вот этих всех объектов, подручного, как он называет, относительно дозайна, это совершенно такая своя какая-то история. Вот принцип организации здесь гораздо сложнее, вот, нежели вот такой объективный, количественный. То есть что-то может быть как бы очень далеко, но поскольку, допустим, легко доступно, вот я поднимаю трубку и звоню, допустим, своей маме, она ближе, как бы, ко мне, чем, не знаю, человек в соседней комнате. Ну вот, здесь как бы включается какая-то другая логика. Она нам видится как какое-то архаическое мышление, да, то есть не объективированное, как будто вот что-то действительно ближе, что-то дальше. Ну мы-то с вами понимаем, что есть близкое, а что есть далекое на самом деле. Ну, в общем, тогда это было все растритиковано, Хайдеггер благополучно был объявлен философией Комичков, потому что получалось следующим образом. Вот, все-таки, утверждение Декарта, оно является, скажем, более сильным. Он не просто говорит, что у нас какое-то там топологическое пространство, вот, а он говорит, что оно вот еще оснащено метрикой, соответственно, оно более конкретное, чем вот это топологическое абстрактное. Но это все так остается до тех пор, пока как бы мы не сделали, опять же, конкретное топологическое пространство. Если мы, допустим, зададим вот на этом пространстве какой-то принцип организации окрестностей, оно сразу перестанет быть абстрактным, оно станет каким-то конкретным и уже не сводимым к этому. И как бы сравнивать их на таком основании, что это проще, а это сложнее, уже станет невозможно. Вот, поэтому мы сейчас обратимся к христианству, вот, и обнаружим там такое пространство. Ну, конечно, это будет не пространство нашей жизни, да, не пространство в том смысле, которое мы понимаем, а это будет пространство этических отношений. Вот, в христианстве есть такое понятие, как ближний. Вот, когда мы читаем, там, не знаю, Евангелие, вот, если мы его читаем, мы, сразу к нам встает вопрос, как бы, а что же это за ближний, да, которого надо возлюбить? Вот, возлюби ближнего своего. Кого, так сказать, в итоге надо возлюбить? Естественно, одно направление, да, мысли, достаточно логичное, вот, состоит в том, что, ну, нельзя же, как бы, вот, очертить вот такой круг вокруг себя, сказать, вот это ближний, да, а вот это дальний. Вот, этих мы возлюбим, а тех нет, да, и это как-то вот нехорошо. Тогда, как бы, вот этот край ближних, да, вот эта граница, она куда-то в бесконечность уходит. Но тогда мы, ну, попадаем в какую-то немного лицемерную ситуацию, вроде как мы должны возлюбить просто вот вообще всех, да, ближними являются все, вот, а возможно ли это на деле, да, то есть как это должно осуществиться? Возникает очень много вопросов. Так вот, недавно я читал такого митрополита Антония Сужерского, у которого прямо вот я нашел определение того, что такое ближний. Вот, и обнаружил, что это, на самом деле, чисто топологическая ситуация. Он говорит, что ближний, вот, с точки зрения христианства, это тот, кто в нас нуждается. Ближний – это тот, кто нуждается в нас. Прекрасно, по-моему, совершенно. Очаровательно, как бы, изящно. А не получится, что в нас нуждаются все. Ну, а это не так. Вот, во-первых, в чем, как бы, изящноство эта формула? Во-первых, оно в том, что мы избегаем дурного субъективизма. Не я определяю, кто является, как бы, ближними, вот, а вот тот, кто во мне нуждается, тот, как бы, и определяет, да, то есть, понятно, что я, как бы, со своей стороны буду смотреть и думать, ну, ты во мне не нуждаешься, а ты нуждаешься, но, тем не менее, с точки зрения определения, оно может лечь в основу, как бы, некого объективного взгляда, да? То есть, можно представить себе, что есть некая позиция стороны, допустим, Бога, который понимает, что да, вот это нуждается, а вот этот нет. Вот, и... Это значит, что враг всегда нуждается в противнике? Значит, враг ближний, любой враг ближний? Ну, это другой вопрос. Ну, во-первых, да, врагов надо возлюбить, а во-вторых... Как чем это отличается от того, что все ближние тогда? Это отличается тем, что со многими людьми вообще ни в каких контактах не состоит. Вот, это отличается, вот еще в каком моменте, вот вспоминаю разговор Гулаба, да, его любимый рассказ был о том, что вот твои мама-папа ничем тебе не ближе, чем проходящие случайные люди на улице. Это не так, как мы понимаем здесь. Проходящие люди на улице гораздо ближе. Нет, они не ближе, потому что отец и мать тебе нуждаются очень сильно, а они нет, как правило. Может быть, и нуждаются, но, как правило, нет. Потому что бывает ситуация, когда они нуждаются больше, поэтому они ближе... Ну, бывает, бывает, что они нуждаются больше и ближе. Нет, просто я декоративную ситуацию. Но важно, важно, что, как бы, здесь есть принцип... Ты знаешь, что ребенок в Африке тебе сейчас нуждается, он там умирает с головой? Да, это правильное замечание. Нуждаются. По определению неправильным, ближний-то тот, кто рядом. Я думаю, что это какой-то мандаринский, да? Я думаю, что это людей, которые не нуждаются в... Ну, правильно, но какой-то вот он неизвестный ребенок в Африке, он нуждается в Антоне. Нуждаются не конкретно в Антоне, во-первых, а в каком-то неком абстрактном человеке, который ему поможет. Ну, вот, в частности, в Антоне. Если в абстрактном уже, то в частности, в Антоне. Нет, вполне возможно, что он нуждается, и вполне возможно, что он как раз является ближним. Важно здесь, я же, как бы, сейчас не снимаюсь, а топологии. И мне важно, что вот этот ребенок, он как бы находится далеко, да? Вот. А с точки зрения вот такого топологического определения, оказывается близким. Вот. И это, мне кажется, достаточно интересно. Вот. Вот такая занимательная... Да, надо заметить, что возлюбить ближнюю своего и самого себя, это просто буквально в смысле ближнего. Вот, который находится рядом с тобой. Да, да, на самом деле, не так ими. Просто конкретный. Он, да, уйдет в другую комнату, у тебя... Это, извини, это аннексимантов. Ну, все, есть вода и так далее. Уйдет в другую комнату, и он придет в другое место работы, не будешь вместе с ним работать. У тебя будет другой ближний. Ну, ближний, это просто-напросто конкретный. Человек в обороте его, а не какое-то абстрактное существо. Да, да. Игорь говорит правильно. На другом смысле. Ближний, это тот, кто рядом... Это он не сумышский, да, бюлдополит? Да. Опасный реки? Нет, он не опасный реки. Ну, мы сейчас, как бы... Ну, если мы говорим, мы можем... Выдающийся тополог. Ну, выдающийся тополог, во-первых. А во-вторых, он, как бы, говорит здесь о том, что важно, да? Важно, ну, как будет сказать... То есть, важно не и метрика, а важно тополог. Можно я немножечко так... Дело в том, что... Антон, правильно говоришь, что действительно, может быть, ближний тот, кто нуждается, но... Дело в том, что когда... Ведь, если там ребенок, во-вторых, в этом смысле тоже ближний, но мы не вступаем с ним... То есть, мы можем вступить с ним в отношения, но только исключительно по своей инициативе. Так, немножко сейчас я сбился, что я хотел сказать. Ладно, я пока... Да, так вот, я и продолжаю. Мы видим, что не у юридиков, у Анатолия Стружеских и у Анатолия прозвела, да, возникает ситуация, а у настоящего, мы видим, христианский мир, в этом смысле, предельно декартовский мир. То есть, жесткая, жесткая метрика, потому что ближний к тебе то, что на самом деле ближний. Буквально, что ты можешь измерить до него. Важно? Здесь важно негативный момент, да, не позитивный, а негативный. Потому что позитивно определить, кто в нас нуждается, кто не нуждается, ни мы, ни тот человек, может быть, не может, да, это очень сложно, да. А вот негативно бывает возможно. И этот принцип говорит, не навязывайся. Знаешь, вор, между прочим, тоже нуждается в тех, у кого своровать. Да. То воры нам ближние, что ли? Ну, ну, ты как бы прекрасно понимаешь, что он нуждается в твоей любви. Вот она твоя любовь. Он нуждается в тебе, как все нуждается в... Подожди, да, я это говорю. Так вот. Много уточнений надо делать просто. Ну, нет, самая проблема, что у Анатолия Стружеских будет нужды сюда, допустим, Так это неправильно. Которого нет в самом ансамбле. Возлюби ближнего своего, как своего своего. Просто ближнего, в декабрском смысле, вот здесь сидящий в комнате. Вот сейчас Наташу. А самая... Допустим. Другому, так сказать, человеку, который чуть дальше, что они уже... Конкретно, ближний, значит, конкретно. Вы вспомните. А тебе говорят, не навязывайся со своей любовью тому... Так это само собой не навязывайся. Нет, нет, как. Другому не самому. Это так же, не на... Александр Сергеевич, а свою любовь навязываться я не должен, не могу. Но я не должен быть любить так же, как самого себя. То есть ближнего, конкретно. Уйдет Александр Сергеевич на другое место. Ну... Можно сказать, что ближний – это тот, с которым ты вступаешь в отношения. Конечно. Конечно. Нет, на самом деле, вы вспомните... Конечно, конечно. А он, так вот, сказать прямо другое. А какая-то нужда. Негровавники голодают. Есть же евангельская притча, да? Как бы, когда один из фарисеев спрашивает у Христа, «А кто нам ближний?» И тот рассказывает притчу. Как бы, напали разбойники на, там, самарянина, да? И бросили, там, ну, как бы, ограбили в канаву, бросили. Проезжал сначала, там, священник проезжал, ему не помог. Потом проезжал левит, ему не помог. А потом проезжал, как бы, обыкновенный человек, там, там, увидел его. Поднял его, отвез. Самаритянин. А? Самарянин, там, или самаритянин. 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 Притча о добром самаритянин. То есть, наоборот, значит, кто... Ну, вот, он омыл его раны, отвез его в этот... Поставил двор, даже деньги дал. А в этом и речь, что он был совершенно самый чужой. Так, подожди, так суть-то вопрос состоит. Как раз он-то оказался ближним в смысле Икере. Нет. Подожди, он проезжал рядом. Не-не-не-не-не. В смысле декартовский мир? Он пришел рядом с ним, он и ближний. А те абстрактные, ребят, не в этом смысле. Не-не-не, подожди, а в чем проблема? Подожди, подожди, подожди. Мы не про пространство говорим, а как бы про... Я немного поясню, почему там речь идет о священнике и левите. Священники и левиты, они не должны были сообщаться с самарянами никак. То есть, для них это не человек, как бы, это просто какой-то там... Это чужой, как бы, да? Они в буквальном смысле в твоем пространстве, да? Хотя он был рядом, на самом деле, для них он был далек. Ты с Хайдегеровским пространством не путай. Но не важно, он был для них далеким. Он нуждался. А для другого человека, того, который проехал, да, и увидел рядом, он увидел его, как ближнего. Понимаешь? Потому что он рядом проехал и стал для него ближним. Конкретным. Конкретным, да. Игорь правильно интерпретирует. Игорь правильно интерпретирует. Ближний нас тех, кто находится рядом. И может быть надо добавить так, что нуждается в нашей помощи. Это же можно добавить? Ровно только такой же, как пасхальский тезис, что мой Господь, это Господь Авраама, Исаак и Якова, а не Бог ученых и философов. Это ровно тот же самый тезис, только высказанный Иисусом Христом. Не, ну можно, смотри, уточнить, Игорь, конкретно рядом настоя находящийся, нуждающийся в нашей помощи. Не тот какой-то абстрактный ребенок в Африке. В Африке, который находится. Понимаешь, конечно же, там какой-то ребенок есть, и он нуждается в нашей помощи абстрактно. Он нуждается вообще в какой-то помощи. А именно вот рядом находящийся человек, нуждающийся в нашей помощи. Как и здесь, да, вот проезжал мимо, увидел, что он нуждается, он ранен, да, как бы, и оказал ему помощь. Он нуждался в помощи. То есть конкретно рядом, все-таки тогда тут метрика действительно декартовская. Декартовская, 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 и декартови не было. У него не удалось, как бы, здесь все-таки на топологические рельсы перейти. Или надо, как бы, додуматься. Самое главное, близость, в смысле, обычная близость. Да нет, ну просто человек-то, ну, вы... Хорошо, ну вы так... Нет, для тебя нужно... Но как живем-то мы? Мы-то живем именно так, как он живет. Антон, ты должен обосновать, каким образом ближним является для тебя ребенок в Африке, которого даже ты не знаешь. Почему? Ну, потому что он нуждается в нашей помощи. Я хочу обосновать, так сказать, свою жизнь. Что есть люди, которые вам не нуждаются на самом деле. Вот, я знаю. Но не любые же, а конкретные... Не любые, а конкретные. Которые рядом с тобой. И они являются кругом ближних. И еще они... А ребенок в Африке? ...подхода, что ты свое топологическое пространство строишь в метрическом пространстве. А ты должен строить его, исходя из него самого. А я почему-то считаю, что он из метрического? Нет. Да. Я в сравнение привожу, потому что мы все как бы... Потому что у тебя расстояние есть ближнее и дальнее, да? Нет. У тебя изначально есть. Но я в сравнение привожу. Так мы как бы у нас вообще ни о чем разговорим. Парень с телефонной трубкой и человек, который находится в микрофоне... Нет, парень, это понятно. То есть ты надо стоять дополнительно в топологическую структуру. Потому что если бы мы были полностью в топологической структуре, мы бы и не знали ни о какой метрике. И разговора вообще как бы ни о чем не происходило. И может вроде интересно с ним премия пройти, чем вот этот неудачный Антон. Мне кажется, пока очень разумно, потому что то, что вы меняете ему, там, у ребенка в Африке, который... Так он не знает Антона, ребенок в Африке. Нет, конечно. Антона не знает. В смысле терминов Антона это как раз и здорово. Потому что как раз метрики до него нет, он не знает. Не знаете, кто... Там нет метрики, там есть только топология, он нуждается. Вы согласны, что подобного рода построения невозможно? Просто мы хотим сказать, что известная цитата из ближнего своего самого себя, к этому построения не имеет никакого отношения. Критики нет. Как нет? Ну так не проходит в качестве критики ребенок в Африке. Нет, раз нет почему. Ребенок в Африке проходит и конфликт. Нет, в определении же проходит Антона. Отделение ближнего, от отделения ближнего не из этой цитаты возникает. Это просто как бы возлюби ближнего, как самого себя, это посыл. А как ближний понимается в Евангелии, это берется из как бы из Евангелия. Да, если надо поднимать там разные цитаты, может быть, в разных притчах. Но не из этой цитаты ты ее понимаешь. Я говорю, что ближний это конкретный ближний, буквально конкретный ближний. Из какого отношения к топологии. Это вот притча саваритянина, это и показывает. А я к чему это веду? К тому, что в свое время мы много занимались вопросами, вот он очень любит свободу. Он всячески любит в качестве позитивного утверждать освобождение, самостоятельность, самостояние. Вот это вот как бы несвязанность. Как нечто позитивное и, так сказать... Как ценность. Как ценность, да. А я же говорю, что и христианство, и вообще все нормальные люди. Вот эту связанность, втянутость в жизнь друг к другу, нуждаемость взаимную. Вот, как ценности понимают. Что благодаря этой взаимной нуждаемости, взаимной как бы озабоченности и так далее, мы как бы связаны этими цепями, и мы поэтому друг для друга ближние, и мы поэтому... Ну как и так, например. Ну понятно, что хочешь сказать, христианство. Ребенок в африке не... Ну разница об этом не бывает. Нет, причем забота об главной хранили, христианские понятия. На ком ситуации заботы, да? А у тебя озабоченность неразначена на себе. Ну это я просто использовал, да. Ну таким образом выводите еще понятие нуждаемости, да? Что тогда под... Нет, окрестность точки нуждается в точке. Окрестность нуждается. Да. Окрестность нуждается. Ребенок в африке не может нуждаться. Он не знает эту точку. Это совершенно другие окрестности. Он не ближний ребенок в африке. В смысле абстрактного определения, что все, кто в нас нуждается, даже если абстрактно нуждается, то все ближние. То нужно принадлежать наше окрестность. Ну нужда тоже должна быть конкретно. Нет, ну это... Тогда значит ты должен определение менять. Ты так, как ты определил. Нет, в любом случае ты... В общем, совершенно четко определяешься. А если вдруг Антон окажется в Африке, и тот самый ребенок, который нуждался здесь, он станет нуждаться там. Эти же пространства, они как бы, и эти окрестности, они же не стационарны. Естественно, это как бы все это меняется. А если они стационарны, то что-то и этот... И они могут меняться, исходя как бы из наших сближений, вот этих вот декартовских. Но они являются основанием. Они являются... Понимаешь, ты во мне нуждаешься, и во мне именно нуждаешься. Да, скорее всего, потому что я рядом. Вот. Потому что ты меня увидел. Но ты для меня ближний, и я для тебя ближний, именно потому что ты нуждаешься, а не потому что я рядом. Тут еще значит, какая проблема есть. У тебя слово «нужда» какая-то неудача. Так вот, нет. Не слово «интерес» интереснее. Нет, а я как раз за нужду. Я понимаю прекрасно. И вот это наша с тобой полемка. Я понимаю, что для тебя нужда – это всегда будет нечто негативное, исходящее вот из греческой традиции. Нужда как недостаток, как бедность и так далее. Так это и есть христианство. Не надо бояться нашего несовершенствия и бедности. Надо в это как раз впасть. Блаженно-ничьих духов. Ты знаешь, конечно, да. В этом и есть блаженство ничьих духов, понимаешь? В том, что мы нуждаемся в друг друге. В том, что мы не являемся вот этими самостоящими, отдельными вот этими сверхлюдьми. Ну вот я бы сказал, что христиан определяет свою общину как стадо. Есть пастух, как бы Христос, а есть овечки, которые сбились кучу и так далее. Да дело не в том, что он сам. То есть, на самом деле, если и так вот продумывать в этом отношении христианства, то оно достаточно примитивное получается, что есть некое стадо сбившееся, нуждающееся друг в друге и дайте нам заряда, пастуха, любого другого, который нас куда-то там может. Мы же тоже об этом говорили в удивяжном богословском семинаре, что у нас на самом деле понятие «я» перевернуто по отношению к классическому понятию. То есть, это не «я» никакая некая самостоятельность, самостоятельность, а как бы наше «я» вовне нас. Это же такое обсуждание. И так действительно похоже, что наше «я» вовне нас. То есть, в Антонином определении, то есть, это совокупность людей, я – это совокупность людей, которые мне нуждаются, и ничего больше. Ну, примерно так, да. То есть, такая позиция, она возможна. Да? Да, нормально. Мы просто, я давно уже, мы была там обсуждали еще, пару лет назад сваляется. По-моему, тут, когда пытаться этой фразой Христа, и есть еще такой момент, что тут возможен акцент на взгляде себя, потому что не все любят себя. Нет, ну, скажем так, все по-разному себя любят. Один там упражняет себя, да, и считает, что и другие должны себя упражнять. А другие ленятся, да, и считают, что и хорошо, что и другие ленятся. Совершение точки окрестности – это очень важно. Наши «я» – это не только «я». Нет, точнее, наше «я» – это не наше «я», скажем так. Не только наше «я», просто не наше «я». Это окрестность. Я – это как бы… Вот это приобретает, по-моему, интерпретацию особую глубину. Не знаю. Наша «я» и не только «я». Не знаю. Да, да, да. Это есть окрестность. Возлюбие ближнего, как себя самого, уже по-другому звучит. Понимаешь? Да, это просто означает, что ты и есть эта окрестность. Что возлюби себя, как себя, потому что ты – это и есть вот этот… То есть любить себя – это любить ближних. Да. Понимаешь? Вот как тут так. Нет, я не понимаю. Я думаю, что я это просто любил. Я так как раз думаю, что бы хуже. А как же насчет того, что ад – это другие? Игорь, а как насчет того, что ты и не надеешься? Ад – это другие. Итак, это как быть? Нет, просто об определении «я», то есть «я» просто – это «другие». Я – другие. То есть «я» является адом, что ли? Нет, это «свокупность» людей, которые мне нуждаются. То есть «я» – это «другие». Не, я понимаю, но если продать само пополняем. Человек, нерудивающий себя, так как правильно нерудит других. А здесь не важно любить себя или не любить. Здесь просто «бопределение я» идет. Просто «а» было одно и то же. Да нет, нерудивающий себя, нерудивающий. Это все объясняется. Если обратить внимание, что когда мы говорим о нужде и о заботе... А теперь заметь, почему здесь нужда не выступает в негативном смысле. Все очень просто. Вот если бы ты нуждался в ком-то и его поэтому любил, это было бы чисто греческое понимание. Ты нуждаешься, ты видишь как бы совершенство, а если в тебе нуждаются, и поэтому ты его любишь. Это и есть да. А откуда здесь любовь и вообще появилась-то? А не получается, что ты пользуешься властью? Ты любишь тех, кто в тебе нуждается. Придите ко мне, униженные там и как бы... Ну, надо, чтобы не было сейчас. Получается, что я под свою власть, под свою опеку, обечек, так сказать, нуждающихся во мне. Ну, это дело, ну, какое-то христианство-то. Не, ну, как там, вот я читал, тут один там, в Украине какой-то там метрополит, уже епископ стал, вот, у него там 250 детей приемных. Да, все понятно, но они же... Вот он как бы собрал, вот так, он ездил, встречал где-то там бездомного ребенка, брау встречал, брау... А ты не получаешь, что это страсть, знаешь? Не у каждого из них это, на лбу цикла. Не-не-не, 24-го. Подожди, подожди, подожди. А не получается, что это тоже своего рода власть? А он, вот, 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 вот. Участвовать в жизни... А Бог отрагает от власти. Участвовать в жизни еще других людей, направлять их, да? А не надо, еще раз, не надо бояться вот этой взаимной связанности. Не надо. Где же тут взаимность-то? То есть я тут пастырь... И они там тоже? Где? Я пастырь, и под свою пасту, своих овечек под себя, как бы, это, подогнул. Где же тут взаимность? А почему ты думаешь, что он не нуждается? Он не нуждается. В свою очередь. А они его любят поэтому. Ну, ты же говоришь, что он нуждается во мне. Вот прибежал, вот я, например, пастырь, да, я, ко мне прибежало много нуждающихся, и я начал над ними власть, над их душами. Да, получается, смотри, как интересно. То есть нужда ни при чем, любовь ни при чем, а я это другие, если ты не имеешь в виду. Ну, а другие это ад, согласно Александру. Ты уже добавляешь. Ты уже добавляешь. Измяющее христианство означает быть в аду. Как там ты говорил? Да-да-да, держи голову в аду, и не отчаивайся. Да, держи голову в аду, но не отчаивайся. Вот так и получается. Среди других живи, но не отчаивайся. Так у меня вопрос, а как я определю, что я вас нуждаю? Да, почувствуйте, наверное, что. Ну, у него денег больше, чем у вас. Вам нужны деньги? Ну, с ним нуждаю, а не нуждаю. Самое главное, теперь вы с ним неразрывно связаны, потому что вы ближний. А там же особенность вот этой ответственности по-пологическому, что при всех преобразованиях она переходит, как бы, грубо говоря, сама в себя. Нет, ну это как бы он с пациентами просто раздается. Хобб, встретил чувака, у которого больше денег, чем у тебя. Но всегда с ним повязан. Да, и он, кстати, должен тебя любить, а раз любить, значит, у тебя в действии, значит, должен денег дать. Он тебя стал должен по жизни. Нет, ну так же и есть, вот когда нищие, нищие, в христианском мире так и происходит. Если нищий сидит и просит, значит, он действительно просит, и значит, ты должен ему дать. Потому что он тебя просит. Только поэтому. Вот принцип подачи милостей. Если тебя просят, ты должен дать. Почему? Потому что тебя просят. Все. Да, просит, чем вы дать. Да, просит, чем вы дать. Я ему даю, потому что вот он, самый конкретный, нищий передо мной, с его рубящим. Это не означает, что согласно твоей топологической логике я с ним теперь буду повязан по жизни. И более того, что там где-то другие... Он вязан из них? Игорь прав, на самом деле. Игорь, это топологическое пространство, не удачное. Нет, но ты делаешь генометрично. Потому что, мало того, что он тебе ближним становится, он навсегда становится ближним. Да, навсегда, навсегда. То есть, окрестность вот эта, в чем тут вот топологическом характере, что он навсегда... Ты должен участвовать в его жизни. Две точки. Но мы всё во время не находимся, они в статике, понимаешь? Во время. Динамик. Это как пастор, как священник. Да, но при определении о патологическом пространстве, что две точки, которые в тебе обладают свойства В данный момент времени. В данный момент времени, они тебе и потом можно... Почему? Определение топологического процесса. Можно определить топологическое пространство для каждого момента времени. Они будут разные. Антон, можно лишается смысл? Тогда лишается смысл. Малое замечание, что на самом деле твое определение соответствует положению священника. Вот священники именно так и стоят. Это единственный содержательный доклад, да? Ла-ла-ла. А вот тут про математику, про христианство. Антон, Антон, смотри. Вот если это священник, вот священник нуждает... Не любите его. Вот для священника все ближние именно те, кто в нем нуждается. Вот для священника. Не для нечастного христианина, но только для священника. И тогда все свои определения верны, потому что это взгляд именно священника. Но каждый священник должен быть с точки зрения христианства. Это уже опять непосредь ельц. Нет, не каждый монахт и что-то. А вообще... Смотри. Нет, почему? Ты не прав. Каждый мужчина, ну да, я согласен, ельц, потому что женщина не может. Каждый мужчина, он в своей семье как священник поступает, и это пишется в староотеческом земле. Нет, так самое интересное, заметьте, какое искажение, да, то есть, если это Антонис Сурышко, как священник высказан идея того, кто ближний, лично для него, как священника, который нельзя распространить на любых людей. Да ладно, за священником тоже не проходят, на самом деле, конечно, но... Почему? Священники нуждаются, и каждый, который к тебе приходит, действительно становится тебе, это, как его... Нет, ты как бы для него отец, он же к тебе отец вызывает, отец... Духовный отец, да? Как духовный отец становишься к ним. Духовник, духовником становишься к ним. Ну ладно, все, обсудили? Да, все, спасибо.